Почти у половины выпускников алтайских школ уже не стопроцентное зрение. К сожалению, говорят офтальмологи, такая близоругая картина наблюдается по всей стране. В группе риска школьники и люди старше 45 лет. Близорукость до минус трех является социальной адаптацией органа зрения для работы человека вблизи. Изначально наш глаз приспособлен для работы вдаль. Резкое снижение зрения, радужные круги перед глазами, размытость окружающих предметов. Эти и другие тревожные сигналы должны стать поводом для похода к офтальмологу, говорят врачи. Граждане, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, они могут обращаться в любую офтальмологическую организацию, учреждение офтальмологическое, которое имеет лицензию на этот вид помощи и заявило себя для работы в системе обязательного медицинского страхования. Доступность она существует, но вот такие отдаленные районы, где-то там поликлиники какие-то, там, конечно, с кадрами у нас дефицит большой. Для таких отдаленных районов врачи краевой офтальмологической больницы планируют проводить выездные осмотры. Но не всегда окулист может выявить патологии сразу, например, внутриглазную меланому. Онко-офтальмолог Ольга Смирнова рассказывает, в Алтайском крае в год проводится около 25 операций по удалению глаз. Это позволяет сохранить жизнь онко-больному. Чтобы не прибегать к такой радикальной мере, врачи советуют хотя бы раз в полгода посещать кабинет офтальмолога. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...